Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, друзья мои! Сегодня мы сидим опять дома. А я сегодня с утра встала, проснулась. В 9 часов, хотя легла поздно, вышла на балкон. Так захотелось выйти погулять. Смотрю, что так вокруг, везде все пусто. Странно как-то, мне показалось странным. Думаю, сейчас приду себе в порядок. И пока мой муж спит, он, наверное, в 6 или в 7 лег. Я пойду погуляю. И тут вдруг думаю, почему людей никого нет. Посмотрела, думаю, боже, я думаю, что-то сегодня пятница. Но, оказывается, вот, суббота сегодня. Такая погода. Мы сидим, думаю, может, все-таки сходим потом в магазин. Что-то так мне захотелось. Капуста тушеная. А здесь на базаре же большие эти продают. По 5 кило. Зачем мне столько? Может, думаю, здесь в лавках где-нибудь маленький качан куплю. Натушить капусты хочу больше ничего. Прямо, знаете, вспоминаю мамину капусту. Она так вкусно тела. С кинзой, с петрушкой. Ой, очень хочу. И вот, может, мы сходим с ним. Вот тут рядом же у нас есть магазинчики. Открыли. И посмотрим. Да, вот такая вот у нас погода. И, кстати, хочу всех вас поздравить с наступающим... С наступившим уже китайским Новым Годом. Вчера вечером... Сейчас переверну камеру и покажу. Нет, я сначала покажу, чем я занимаюсь. Вот вышла на балкон, пока там мой муж умывается. Ему сейчас подождет, пока я выпью кофе и завтрак приготовлю. Так как я в 10 часов позавтракала, у меня же там есть два бутербродика. Один был бутерброд с икрой, другой с сырком, которым я Светик с Москвой передала. И время уже сейчас 4 часа. Перекус надо делать, правильно? Решила себе орешек насыпать. И вот шоколад. Такой вкусный. Так хотела черный шоколад. Но это турецкие сладости надо и доесть. И кофе без сахара, да? Сейчас переверну камеру и поговорю с вами. Сегодня без макияжа. Сегодня смотрела одну мою подписчицу. Мне очень нравится ее видео. Мира Лау. Марина Сушнова. У нее два канала. Она женщина на пенсии. Но она такая вообще прикольная. Я восхищаюсь тем, что она в своем возрасте так хорошо справляется с Ютубом. Да, вот это мне очень понравилось. И от нее я так научилась, что никогда нельзя желать крепкого здоровья и богатства. Нужно же гладь удачи. У каждого своя фортуна, да? Потому что, говорит, пример привела она, что на Титанике все были богатые, здоровые, но они погибли. Поэтому надо желать успеха. У меня так столько сейчас морщинок, вы увидите. Да, еще Мариночка сказала, что иногда надо показывать себе без макияжа. Чтобы видеть настоящее лицо, не под маской. Я с вами согласна. С утра подсела на ее видео. У меня сегодня такое настроение хорошее. Я сегодня помыла вот это все окно. Оно было такое заляпанное. Помыла это окно. Сейчас буду пить кофе и расскажу вам, что вчера поздно вечером нужно было загадывать желания и кричать обо всем. Об всех своих желаниях. Слух говорить. Вообще, вы когда хотите что-то загадать, вы должны все это проговаривать с вселенной. Вы не должны ни в коем случае думать только. Вы должны говорить. И тогда вас вселенная услышит. Я так и сделала. Я каждый раз так делаю. Я каждый день делаю. Каждое утро я выхожу на балкон и говорю. Я буду здорова. У меня будет все хорошо. У меня будут деньги. Деньги любят меня. Я люблю деньги. Не надо стесняться говорить про деньги. Деньги любят, придут к тем людям, которые любят их. И вы должны это говорить вселенной. Вот я кое-что, какими секретами с вами поделилась. Мои хорошие. Сейчас я выпью кофейку. А то на солнышке, на солнышке столько морщиночек. Вы сейчас увидите мои, кстати, морщиночки. Я каждый день делаю усиленно массаж. И все равно, мне кажется, лицо скоро у меня подтянется. Ну, это, естественно, будет морщина от того, что я морщусь. Вчера меня не расстроил, просто как-то неприятно был такой комментарий. Я его заблокировала сразу. Мужчина, он постоянно к чему-то цепляется под каждым видео моим. Почему я Шкыма называю, у него нету имени, там еще что-нибудь. Вчера он мне, знаете, что написал? Что, мол, косая, взгляд косой, набухалась. Вы представляете? И говорит, чучело ты, мяучило, чучело. Я ему сразу углу, потому что мне уже надоело его, когда он постоянно портит ситуацию и ауру на моем канале. Даже в предыдущем видео несколько моих подписчиц написали ему комментарий, и я решила его заблокировать. Прежде всего нужно негативщиков писать в список и сжигать. Вчера нужно было делать. Кстати, у меня так, чтобы по фамильному, я не знаю этих людей. Врагов у меня нету, так, насколько я знаю. Может, есть какие-то негативщики, да, допустим. Но я просто так написала. Негативщики, завистники. Злые ненавистники. И сожгла эту бумажку. И всех буду удалять, кто будет портить ситуацию на моем канале. Я хозяйка канала. Я хочу только хорошие, полезные советы. Я не обижаюсь к тому, когда вы мне говорите. Но не оскорбляйте меня там, да, не обзывайте. Я все это прекрасно понимаю, да. И, но оскорблять себя я не позволю. Заходить ко мне в дом и оскорблять меня я не позволю. Ну, сразу, знаете, что я заметила? Как только выйдет мое видео, 10 дизлайков. Вот 10 человек по ту сторону. Ну, как-то так я раздражаю. Вы себе не представляете. Одну женщину я знаю, она у меня подписчится на Инстаграме. Она постоянно мне гадости там пишет. Именно вот видно, что она завидует прямо так, когда я разговариваю насчет бизнеса. Вот вы, наверное, смотрите, да. Я вас в блог сделала. Потому что я не хочу, чтобы вы мне портили настроение, да. Вы занимайте свою личную жизнь и устраивайте ее. И будьте финансово независимы. И нельзя завидовать тем, кто вышел на другой уровень. Я была тоже когда-то в таком положении ужасном. Но я захотела, я сделала. Поэтому, конечно, я рекламирую свой бизнес. Почему? Я хочу также научить женщин, которые хотят переехать в другую страну, с чего им начать заниматься. Потому что я не смогла найти работу на земле. Я даже не смогла найти место уборщицы в Мерсине. У меня был такой момент страшный, когда моя мама была больна, и я не могла и отправить деньги. А у мужа тоже не было, так как мы зависели от родителей в один период. И я написала тихо за объявление в группу. Кого-то за ребенком посмотреть, за больным. Даже позвонила знакомым. Убрать, может, надо дом или квартиру. Никто мне не позвонил. Потому что у всех здесь все свои места. Никто не будет делиться своим куском хлеба. Поэтому я прошла очень много ситуаций. И тут была русскоязычная община, тут какой-то центр. Я просила себе туда даже убрать уборщицы. Везде отказ. Так что поэтому я советую вам, что самое такое перспективное и реальное – это бизнес онлайн для тех, кто переезжает. Да, кто-то может заниматься недвижимостью. Это не для меня. Я не могу. Поэтому я выбрала свой путь. И довольна. Ну, все, буду пить кофе. И надо готовить завтрак. Мой муж уже проснулся. Какой сегодня ужин я приготовила? Вот сидим, и уже нету места. Ну, это суп, естественно, вчера, что мы ели. Аж кем не доел его чуть-чуть. Знаете, что там? Я не сказала ни моему мужу, ни другу, что он у нас такой разнообразный. Там и брокколи, и цветная капуста, и грибы, и картошка, и морковка, и лук зелёный, и шпинат, и грибы, я сказала, да, и на оливковом масле. И вот мы по чуть-чуть съели, уже сытые. Такой у нас праздничный ужин. Аж кем съел одну штуку, я не съела. Я пожарила вот такие кофты. Уже готовые очень мне нравятся. Мы взяли вот мясника. При нас они накрутили эти кофты. Обалденно! Одно мясо. Я пожарила так. Сейчас ещё и ещё не съела. Аж кем съел. Так, друзья мои, научу вас делать оливье. Вот я всё сделала, кроме соли, перца и зелёного лука. Вот я вытащила с морозильной камеры с утра. Оно у меня полежало. Вообще ни воды, ничего не было. Зелень свеженькая. Вот только лук зелёный. Заправили йогуртом и чуть-чуть майонезом. Вкусный салат. Ещё, блин, хватит на 2-3 дня. Вы видите, вот это завтра надо есть. Сделала вроде бы мало и всё. Так, а это у меня отварная капуста. Я её пожарила. Намаслиться чуть-чуть. И вот кушаем. А это у нас мясо с грибами. Тоже чуть-чуть было. Вот всё приходится доедать мне. Аж быстро-быстро похватал. Я не могу быстро кушать. То мусор вынесла, то ещё что-то. Сижу вот, кайфую. Я вообще заметила, что в последнее время я очень мало кушаю. Суп я поела, наверное, 3 ложки. Салат поела, одну съела. Этот я уже всё сытая. Так вот он смотрит целый день футбол. Ну, вообще, сегодня такой день классный. Такой комфортный день. Я делаю то, что я хочу. Получаю удовольствие от всего. Мы с ним выпили кофе. Уже не снимала я вам. Поснимаю лучше цветочки, расскажу. Кофеёк попили. Я видео смонтировала, поставила вам, открыла. Ответила на комментарии немножко. Отдыхаем. Сейчас я тоже буду отдыхать. Хотела сначала заказать какой-то подарок. А потом вспомнила. Я же бритву ему подарила. Год этого, 23 февраля, они отмечают. Он мне наушники подарил, я ему бритву. Всё, мы рассчитались. А завтра я хочу приготовить рыбу пожарю. И всё. Будем бесить друг друга, радовать. Вот сегодня мы так и не вышли на улицу. Весь день дома. Буду заканчивать кушать и буду отдыхать. Вот я сегодня отдыхаю без макияжа. Не каждый день же макияж делается. Я бы сейчас с удовольствием посмотрела бы фильм «Джази только девушки». или какой-то романтичный фильм. Ну, мой Ашкам, разве поймёт, надо ему переводить. Вообще, знаете, какое-то состояние души. Тут вот, ну, с Божьей помощью на душе так комфортно. Дай Бог, чтобы у вас было так же комфортно, как у меня. Сейчас буду вставать уже, наелась. Будем пить чай с баклавой. Баклава не заканчивается. Ну, и лягу на свой диванчик и буду отдыхать, потому что проснулась сегодня рано. Буду монтировать вам очередное видео и одним глазом смотреть за событиями, которые происходят на телеэкране. Всё. Спасибо вам большое за то, что вы со мной. Я вас всех очень люблю. Всем вам мирного неба и удачи. Здоровье богатства придёт само собой.